Отец наш Небесный, мы в невероятном благоговении перед Твоим Словом, как Ты, Господи, открываешь Своей Небесной Истины перед нами. Мы просим Тебя, чтобы это занятие, Господи, было помазано Твоим Словом, Духом Твоим Святым. Благослови нас, станов на разумение, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, 20 глава. 20 глава начинается со следующего. Итак, что произошло в конце 19 главе? Произошла битва, то есть битва это называть, я думаю, что не стоит, это просто была победа Иисуса Христа. Раз и все. Зверь, который вышел из моря, он же антихрист, он же зверь багряный и человек греха, сразу был брошен в озеро Огненное. И вместе с ним лжепророк. Это зверь, который вышел из земли, у которого были как бы два рога агнчих. Это тот, который производил чудеса и обольщал всю Вселенную. Итак, эти двое уже пошли в свое место. Смотрите, что происходит с третьим. Помните все, что мы говорили о сатанинском триединстве, да? Помните, да? Итак, двое из этого триединства, они уже в озере Огненном. Следующий. Первый стих. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны». Слово «безда» так и есть. Это значит пропасть без дна. Как угодно понимаете это. Но это пропасть без дна. И это слово мы с вами видим, когда демоны, которые были в демонически одержимом человеке, Марка 5 глава, они просят Иисуса Христа не отправлять их в бездну, а позволить им войти в свиней. Помните, да? Это означает, что если бы Иисус приказал им идти в бездну, тогда они пошли бы в бездну. Но были те демоны, которые были заключены в бездну. Но в 9 главе книги Откровений мы с вами видим, что упала с неба звезда, и ей был дан ключ от кладезя бездны, и он открыл, от звезда открыл. Дьяволу в сатане был дан ключ от кладезя бездны, он открыл этот кладезь бездны. И оттуда вышли демоны. Аминь. Помните, это 9 глава? Значит, теперь мы с вами видим, что происходит заключение или заточение дракона, значит, и, конечно же, всех демонов, которые вместе с ним, заточение в бездну. Итак, который ангел имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Итак, это духовная картина. Большая цепь в руке своей. Второй стих. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет. Это картина буквальная. Он взял и цепью сковал его, сатану. Аминь. И дальше третий стих говорит, и сбросил его, или низверг его в бездну, и заключил его. То есть, значит, бросив его в бездну, значит, он закрыл это, грубо говоря, отверстие, то есть заключил его и положил над ним печать. Все поняли, да? Дьявол вместе с демонами полетел в бездну. То есть, его присутствие на земле закончилось. Помните, когда произошла война на небесах? 12 глава книги Откровений. Значит, Михаил и Архангел Михаил, и ангелы, которые с ним, воевали против дракона. И низвержен был на землю дракон. Аминь. А теперь у него уже на земле нету. И он вместе с демонами куда пошел? В бездну. И над ним положили печать. Это означает, что запечатана была эта бездна. Дальше. Чтобы не прельщал уже народы, доколе не окончатся тысяча лет. Сколько лет? Тысяча лет. И так подошла к концу великая скорбь. Пришествие Иисуса Христа состоялось. Кстати, давайте мы... Я забыл сказать вам ссылку одну. Книга Захарии. Книга Захарии. Четырнадцатая глава. Книга Захарии. Четырнадцатая глава. Четырнадцатая глава. Вот они... Многих... Вот момент, когда Христос касается земли своими ногами. Четырнадцатая глава. Первый стих. Вот наступает день Господень, и разделят награбленные у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчищены будут женщины, и так далее. Третий стих. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчится в день брания. Четвертый стих. И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большую долину, а половина горы отойдет к северу, и половина к югу. Итак, Господь Иисус Христос в Деянии, в первой главе, значит, вознесся на небо с горы Елеонской. И когда апостолы стояли, смотрели на Него возносящимся, Он уже вознесся, и они стоят, стоят. И Господь посылает ангелов и говорит, иди скажи им, пускай идут в Иерусалим. И когда ангелы пришли и сказали, что вы здесь, мужи израильские, стоите и смотрите, этот Иисус, который вознесся на небо, придет таким же образом, как Он вознесся на небо. Откуда Он вознесся на небо? С горы Елеонской. И мы с вами видим здесь что? Встали ноги Его на гору Елеонскую. Итак, Откровение 20 глава. Низверг дракона в бездну, заключил его, положил над ним печать, дабы не прельщав уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же этого, то есть после тысячи лет, ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел Я, и так Он на тысячу лет, аминь, все. Теперь другая, другая, другая картина. И увидел Я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных. Я подчеркиваю, души кого? Обезглавленных. Мы с вами видим здесь, что происходит нечто наподобие судилища Христова в отношении умерших во время Великой Скорби. Вы меня понимаете? То есть те, которые умерли во время Великой Скорби, они что? Они встают перед Христа и перед судьями. Давайте еще раз прочтем. И я увидел престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие. Слово обезглавленных за свидетельство и за Иисуса, это означает, что, значит, вера в Иисуса Христа преследовалась смертной казнью отсечением головы. Понятно, да? Это такое невероятное время будет во второй половине Великой Скорби, что если я верую в Иисуса Христа, и кто-то обнаружит это, а будут обнаруживать очень даже умело, то, значит, смертная казнь отсечением головы. Дальше. Которые не поклонились зверю. Итак, кто был убит, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свое. Здесь, там у людей был, у верующих, то есть у людей был выбор. Они верят во Иисуса Христа, и они могут сразу же умереть. Аминь. Но смерть ничто, потому что Христос есть воскресение и жизнь. И поэтому мы видим здесь картину, что те, которые в течение Великой Скорби были убитые, верующие во Иисуса Христа, они проходят через так называемое судилище Христово, чтобы получить свою награду и войти в царство. Давайте мы дальше прочтем. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Нет, что такое они ожили, это они так же, как и мы с вами, получили воскрешенные тела. Аминь. Когда мы с вами получим воскрешенные тела, кто скажет? Когда? Когда мы с вами получим воскрешенные тела? Церковь. Молодец, жена моя, молодец. Вот ученик мой. Да, когда будет восхищение, то тогда во мгновение ока тленное обличутся в нетление и смертное обличутся в бессмертие. Мы с вами получим наши воскрешенные тела. Великоскорбники, те, которые были убиты во время великой скорби, что здесь происходит после того, как они прошли через судилище, они получают свои тела воскрешенные. И здесь говорится, что они ожили и царствовали со Христом сколько лет? Тысячу лет. Аминь. Пятый стих. Прочие же из умерших. Это означает, что прочие те, которые умерли в течение великой скорби, умерли в неверии, умерли в восстании, умерли без Христа, значит, прочие же из умерших не ожили, доколе не кончится тысяча лет, это первое воскресенье. Итак, мы с вами видим, что это первое воскресенье, но есть еще второе воскресенье, но мы с вами участники какого воскресенья? Первого воскресенья, но есть еще второе воскресенье. Знаете, что это? Ну, давайте откроем Евангелие от Иоанна. Как у вас дела? Вы со мной? Не слышу я вас. Евангелие от Иоанна, пятая глава. Иисус раскрывает здесь невероятную тайну. И Он о Себе говорит, как о Судье, который будет судить всех. 26 стих, давайте прочтем. Да нет, 25 стих. Истинно, истинно, говорю, итак, 5, 25. Истинно, истинно, говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия, и услышав, что оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. 27 стих, важнейший стих. И дал Ему власть производить суд, потому что Он что? Есть Сын Человеческий. Вы поняли, почему Христос производит суд? И больше никто другой. Потому что Он стал человеком, Он прожил как человек, Он умер и воскрес. Ему принадлежит весь суд. Итак, Отец дал суд Сыну Человеческому. 28 стих. И не дивитесь этому, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат голос Сына Божия. Это говорится о телах. И изыдут творившие добро, 3-4, в воскресение жизни, а делавшие за зло, куда? В воскресение осуждения. Вы понимаете меня, да? Как вы понимаете это? Делавшие, или иначе говоря, поверившие в Иисуса Христа, они куда идут? В воскресение жизни. В воскресении, это воскресение первое. Отворившие зло, что? В воскресение осуждения. Что это означает? Это означает, что и их тела также, значит, будут воскрешены. То есть, взяты из земли. Потому что человек не сможет войти в вечность неполноценным. Вы понимаете меня, нет? Потому что человек состоит из трех частей. Дух, душа и тело. Но те, которые умерли и не приняли Иисуса Христа, значит, и находятся в аду, в преисподней, их тела здесь, в этой биосфере. Я не знаю, растворились уже по молекулам. Никто их не найдет никогда. Аминь. Вы понимаете, да, меня? Итак, Иисус говорит, что наступит время, когда воскресные, мертвые первым воскресением. Это воскресение, значит, это воскресение жизни, а делавшее зло, это второе воскресение. Воскресение осуждения. Всякий человек, рожденный в этот мир, независимо от того, принял он Христа или нет, значит, он все равно получит свое тело, которое находится в земле. Вы понимаете, да? И он должен предстать, и всякий человек, который умер без Христа, находится в аду без тела. Но сейчас наступает то время, что все те люди, которые умерли от начала сотворения мира, от начала грехопадения, и до этого самого момента, значит, до конца тысячелетнего царства, они получат свои тела. Понятно? Это будет воскресение осуждения. Их тела возвратятся к ним. Но они мертвы. Ладно, дальше читаем. Итак, 20 глава книги Откровения. Очень серьезные вещи. Итак, мы... Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресение. Смотрите. Блажен и свят, имеющие участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая. Что? Не имеют власти. Понятно, да? Значит, те, которые были умерли первой смертью, они что? Они были воскрешены воскресением первым. А те, которые умерли первой смертью и не приняли Христа, для них будет воскресение осуждения, и потом будет смерть вторая. И здесь говорится, блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с ним, то есть со Христом, тысячу лет. Аминь. Итак, вот оно, тысячелетнее царство уместилось, значит, в трех стихах. И будут царствовать тысячи лет... А, Господи, а что, что? Там будет все круто. Там будет круто. А можно поподробнее? Сюрприз. Правильно, да? Итак, мы с вами видим, что здесь о тысячелетнем царстве говорится очень мало. И в данном случае здесь не важно. В данном случае важна хронология, контекст. Дальше читаем. Когда же окончится тысяча лет? Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли. Давайте мы с вами, значит, немного еще задержимся в тысячелетнем царстве. Когда ангел взял дракона и сковал его на тысячи лет и низверг его в бездну вместе с демонами, то тогда на земле произошло такое время, наступило такое время, которого никогда не было. Вы понимаете? Никогда такого не было. Это означает, что никакой системы космоса сатанинской, ее нет. Дальше. Никакого демонического присутствия его нет. Дальше. Никаких проекций в ум человека, что сатанинских, нет. Никакой лжи, которую изрыгают сейчас институты сатанинского царства, что тоже нет. Аминь. Никаких соблазнов, которые вытягивают ветхую греховную человека к действию, соблазнов со стороны демонических сил тоже нет. Абсолютно нет присутствия демонов. Осталась только одна ветхая греховная природа. У кого она осталась? У тех людей, у избранных, которые живыми, остались в живых, прошли всю великую скорбь, остались в живых и в своих смертных телах. Но они верующие, но они в своих смертных телах, то есть, как такие же, которые у нас, да? И они входят на брачную вечерю Агнца в тысячелетнее царство в своих телах. Но они смертные. И когда они войдут в это царство, но они верующие, правильно, да? Все рожденные свыше. И они войдут в это царство только через веру в Иисуса Христа. Они спасены, но они еще в своих греховных телах находятся, с тела греха и смерти. И когда они войдут в тысячелетнее царство, то там, в этом тысячелетнем царстве, будет то же самое, что мы с вами видим сейчас. Что люди выходят замуж, женятся, рождают детей, и земля будет наполняться людьми, которые будут распространяться по всей земле. И вы знаете, это будет продолжаться тысячу лет. Я хочу сказать следующее, что там не будет никаких вирусов, коронавирусов. Там не будет никаких войн. Там не будет никаких сотрясений. Вы представляете, каково число было бы людей, если бы в течение истории не было всех этих катаклизмов и моров и войн. Вы понимаете, о чем я говорю? Это было огромное число. И мы с вами здесь видим, что это время тысячелетнего царства, там не будет ни войн, ни столкновений. Перекуют мечи на орала, копья на серпы, и не будут учиться воевать. И праведность, и правда Божия заполнит всю землю, и святость Божия заполнит всю землю, как воды заполняет море. Везде будет абсолютный мир. Везде будет единовластие, так называемая теократия. Слово Теос, Бог и Кратос, это управление или державная сила. Христос будет управлять из Иерусалима над всей землей царствовать. Также мы с вами знаем, что земля будет населена всеми народами. Будет политическая карта. Насчет экономической карты системы не знаю, какая там будет, но однозначно не сатанинская. Мы с вами видим следующее, что люди будут умножаться на земле, умножаться и умножаться. И всякому родившемуся во время тысячелетнего царства нужно будет принять или отвергнуть Иисуса Христа. Понятно? Ему нужно сделать будет такой же выбор, который мы с вами сделали. Всякому, который родится в этом изобилии. И когда будет дни человека, как дни дерева. Исайя 65 глава. Мы с вами видим, что всякий рожденный, ему нужно будет принять решение в отношении Иисуса Христа. Поверить в Него и пойти поклониться Ему. Аминь. И принять Его в свое сердце, несмотря на то, что Он видимым образом будет царствовать в Иерусалиме. Вы слышите меня? Итак, вот оно, что будет происходить в течение тысячи лет. Родятся люди и земля заполнится невероятным количеством народа. И несмотря на то, несмотря на то, что это будет правление железного жезла, как вы думаете, веткая греховная порода хитрая? Иногда я думаю, вставку такую сделаю небольшую. Иногда я понимаю тех начальствующих, которые не могут, они знают, что человек вор, но он никак не проявляет себя, не зацепишься за него. Понимаете меня, о чем я, да? Он вор, но к нему никак не подберешься. Потому что он делает так, или через подставных лиц, или что-то там никто не видит, и никак к нему не подберешься. Вы знаете, во время тысячелетнего царства, несмотря на то, что будет правление жезла, Люди, они не будут проявлять открыто свою ненависть к Иисусу Христу. Понятно? Да, Господи, да, конечно, да, да, да. Почему? Да потому что веткая греховная природа не хочет, чтобы ее жезлом тюк. Правильно, да? Она не хочет. И поэтому она будет скрывать в сердце своем ненависть к Иисусу Христу. Будет лицемерить, будет таить. Аминь. Будет ждать момента, чтобы выступить. Но нет лидера, чтобы выступить. Правильно, да? Нет лидера. И вы представляете, вот эта закваска, когда Иисус говорил, что Царство Небесное подобно тому, что женщина, что сделала? Взяла три меры муки. Женщина, вы понимаете, о чем мы говорим? Взяла три меры муки и положила туда, что? Закваску. Немного закваски. Совсем немного. Пока не скисло все. Мы с вами видим, что в тысячелетнее царство войдут люди, которые имеют вот эту закваску. Пока не скиснет все. Понятно? В течение тысячелетнего царства, значит, в сердцах людей, внутри их будет накапливаться неприязнь к верующим и также к Иисусу Христу. Но они не будут ее показывать. Почему? Потому что боятся жезла железного. Понимаете, да? Они не будут, даже слово, но внутри будет назревать. Почему? Да потому что это так же, они так же являются сынами дьявола, если не примут Иисуса Христа. И давайте дальше мы пройдем. Итак, вот что, какая развязка в конце тысячелетнего царства. Итак, седьмой стих. Когда же окончатся тысяча лет? Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога. Итак, я хочу сказать, кто такие Гога и Магога? Это не Гога. Значит, эти имена Господь, называя так, и в книге Езекииля, князь Мешеха и князь Фувала, значит, Гог и Магог, это десятая глава книги Бытие. Это те народы, которые название сыновей Ноевых, я имею ввиду название сыновей у сыновей Ноевых, через которые заселилась вся земля. Понятно, да? Когда Ной с сыновьями и семьями вышел из Ковчега, то тогда от них населилась вся земля. И эти имена, они, значит, вы можете их найти в десятой главе книги Бытие, это сыновья сыновей Ноевых. И поэтому Господь так к ним обращается. Почему? Потому что он видит, кто откуда произошел. Дальше идем. Итак, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, что у вас написано? Как песок морской. Вот это все в течение тысячи лет находилось, бурлило в сердце неверующих. Оно бурлило. А-а-а, надоел он нам здесь. Не хотим, чтобы он царствовал. И потом Господь, Господь, Он же мудрый, Он же всемудрый. И Он говорит, дает это время людям, чтобы показать им, что даже в прекрасное время, когда климат, когда, я не знаю, там, изобилие пищи, когда нет мира, когда дети не умирают, когда вирусов нету. Все равно. Потому что человек сейчас что заявляет? Я не буду верить Бога, потому что то-то-то-то-то-то. Женщины, дети умирают, теракты проходят, войны. Я не буду Бог, но если Он такой, я не хочу. Господь говорит, хорошо, будет время. Что? Ничего этого не будет. И вы знаете, что происходит. Сатана выпущен только. Там говорится, на малое время он выпущен. И он выходит и сразу что? Он с демонами своими выходит. И он знаком с этой ветхой греховной природой. Он знает ее. И за короткое время он что делает? Он обольщает всех людей, которые против Христа, и выходят, и собирает их на брань. Опять на брань. Тогда что произошло? Потерпел поражение? Потерпел. Опять собирает на брань. Ну сколько можно собирать-то на брань? Ну это последняя брань. Итак, 8 стих. И вышли на широту земли. Это означает на огромное расстояние. И окружили стан святых и город возлюбленный. Скорее всего, это Иерусалим тысячелетнего царства. Я имею ввиду буквально Иерусалим, который на горе Сионе. Значит, и они откружили стан святых и город возлюбленный. 9 стих. Смотрите. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. Слушайте внимательно. Заканчивается время существования материального мира. Вы со мной? И об этом говорит... Ох, мы хорошо идем. Хорошо. Об этом говорит 2-е послание Петра. Давайте мы с вами откроем 2-е послание Петра. Петр говорит об этом. Итак, 3-я глава. 2-е Петра, 3-я глава. Значит, придет же день Господень как-то ночью. Это Он уже пришел. И, значит, вот описание то, что произойдет в конце тысячелетнего царства, когда огонь сойдет с неба и поглотит землю. И тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушится земля, и все дела на ней сгорят. Очень интересное слово «стихия». Знаете, что это такое? Это сама основа материи расплавится. Она сгорит. Кто знает, из чего материя состоит? Из дерева, да? Значит, а если глубже заглянуть, что там? Молекулы. Потом что идет? Потом идет атомы. Потом идет частицы. Потом нейтроны, протоны, вакуум. В конце концов. Значит, мы видим с вами, что этот мир физический, он имеет, каждая материя имеет свою кристаллическую решетку, которая поддерживает в данном состоянии всякий материал. Понятно, да? У металла своя кристаллическая решетка, у бумаги своя. Я не знаю, значит, у полпластмассы своя. И здесь говорится следующее, что все эти стихии, значит, небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушится земля, и все дела на ней, что все будет сожжено. Это ознаменуется тем, что заканчивается время, значит, материального мира, которым мы его знаем сейчас. Понятно? Почему? Потому что наступает время нового неба и новой земли. И это мы будем говорить на следующем занятии. Но перед этим, итак, мы закончили на 9 стихе, «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Все закончилось, земли нет, неба нет, все сожжено огнем. Но в духовной, но в духовной, но 10 стих дочитаем, «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Так, сначала кто туда пошел? Зверь и лжепророк. А потом кто? И дьявол с демонами пошел. И вот наступает время суда для людей, потому что для лжепророка и зверя, и дьявола, и демона суд уже был произведен. Они уже пошли в озеро огненное. И вот наступает время суда великого белого престола. Материального мира не существует. Духовная картина, и на этой духовной картине следующие действующие лица. Это Христос, который сидит на престоле белом, как судья. Это мы с вами, которые за Христом сидим, и мы с вами свидетели на этом процессе. И это те люди, которые предстанут перед Иисусом Христом, и которые будут судимы. Дальше идем. 11 стих. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Это означает все. Нет ни земли, нет ни неба. Следующее. И увидел я мертвых, малых и великих. Каких? Мертвых. Каких еще раз? Мертвых. Но они двигаются? Двигаются. Но они какие? Мертвые. Мы с вами говорили, воскресение первое какое? Воскресение праведников. Воскресение второе какое? Воскресение нечестивых. Аминь. Мы с вами видим, что перед Богом, перед Иисусом Христом, увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. Всякий человек, который в течение всей своей жизни не принял Иисуса Христа, не был возрожден свыше Духом Святым, не был оживотворен. Вы понимаете? Я думаю, что вы понимаете. Почему? Когда мы приняли Иисуса Христа, мы с вами были оживотворены Духом Святым, возрождены, родились каким рождением? Духовным рождением, вторым рождением, вечным рождением. Аминь. И наши имена вписаны в какую книгу? Книгу жизни. Почему в книгу жизни? Да потому что мы живые. И видел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта. Итак, мы с вами видим, что несколько книг здесь раскрыто. То, что мертвые стоят перед Богом, они уже стоят в своей, в полной, я имею в виду, и Дух, Душа и Тело. Они уже получили свои тела. Понятно, да? Они уже получили свои тела. Это воскресение второе. И здесь Господь говорит, блаженный, свят, тот, который имеет участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти. Эти люди, которые отвергли Христа, они воскресли вторым воскресением. И над ним смерть вторая, что? Имеет власти. Аминь. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые. Мы как-то говорили о том, какие книги там были раскрыты. Конечно же, Библия там будет раскрыта. Потому что Иисус говорит, Слово Мое будет судить вас в последний день. Конечно же, это книга жизни открыта, о которой здесь говорится. И, конечно же, это открыта книга человеческих дел, которые никоим образом не могут удовлетворить Бога. И мы с вами видим, что и судимы были мертвые по написанному в книгах. Сообразно с чем? С делами своими. Я хочу подчеркнуть, не с грехами своими, а с чем? С делами своими, которые никогда не будут достаточно, чтобы угодить Богу. Аминь. Это число всегда будет 6, 6, 6, 6, 6, 6. И никогда не будет 7. Потому что, чтобы творить дела Божие, нужен Христос во мне. Тогда 7, 7, 7, 7. Иначе я мертвый. Но хожу на работу, но двигаюсь, но хожу на футбол, но я мертвый. Потому что я отвергаю Христа. Но если я приму Христа, я буду оживотворен. Я буду что? Господь возродит меня Духом Святым. Я стану живым для Бога. Аллилуйя. Мне будет дана вечная жизнь. Имя мое впишется в книгу жизни. Как? Через веру в Иисуса Христа. Во все времена. Аминь. Ветхий Завет, Новый Завет, Тысячелетнее Царство, Великая Скорбь. Всегда. Вера в Иисуса Христа дает человеку право на вечную жизнь и на прощение грехов. Вот такое Евангелие будет звучать всегда. Дальше мы читаем. И они судимы сообразны делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть и ад отдали мертвых. Вы знаете, я думал сегодня, почему же такое разделение здесь? Разве они не все находятся в аду, в этом, в преисподней. Как же так море отдало мертвых? Как же так смерть и ад отдали? Единственное, то, что приходит на сердце, это разделение до потопа и после потопа. Что, что произошло во время потопа, было смерть огромного количества людей за короткое время. Все были истреблены. Аминь. И это был водный потоп. И я не берусь утверждать, но возможно, те люди, которые потонули в потопе, они имеют свое место. В море. Но где ад находится? Где находится ад? Где преисподняя находится? Кто знает? В земле, в центре земли находится преисподняя. Кстати, очень интересная... Ладно, не буду говорить. А то в YouTube полезете смотреть там всякую гадость. Итак, значит, преисподняя находится внутри. Туда сходят души неверующих в Иисуса Христа. Тела их остаются в земле. Но души туда сходят. И они ждут этого дня Великого Белого Престола. Они ждут это. И когда наступит день Великого Белого Престола и суда его, тогда они получат свои тела и предстанут. И тогда море до потопа отдаст мертвецов своих. И тогда что? Смерть яд тоже отдаст мертвецов. Дальше читаем. Итак, смерть яд отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый, как по делам своим. Слушайте дальше, 14 стих. И смерть и ад. Итак, первый кто? Антихрист. Второй. Лжепророк. Третий. Дьявол. Третий. Четвертый. Кто? Смерть. Ад. Аминь. И смерть и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И 15 стих. И кто не был записан в книге жизни, тот был бросен в озеро Огненное. Истина такая. Согласны с этой истиной люди или нет? Истина такая, что там на суде великого престола никто не получит оправдания. Все будут осуждены. Все пойдут в ад. Все пойдут в озеро Огненное. Там не будет взвешена жизнь человека. Потому что решение принимается, пока человек жив здесь на земле. Евангелие звучит для тех, которые живут здесь на земле. И всякий, кто призовет имя Господне, что спасется. Аминь. И мы говорим. И Христос Духом Святым говорит через церковь свою и говорит. Придите. Это в 22 главе. Придите. Жаждущие. Придите. Пейте воду даром. Принимайте спасение. Придите спасителя. Будете возрождены свыше. Это не ваше место, озеро Огненное. Оно не для вас было предназначено. Для вас предназначен Христос, который умер за грехи мира. Примите его. Примите его. Чтобы не столкнуться с ужасающей реальностью, которая будет однозначно. И здесь написано, что это смерть вторая, и кто не был записан в книге жизни, а кто не был записан, мертвые не были записаны. Тот был брошен в озеро Огненное. Итак, мы с вами видим, заканчивается, значит, история человечества, которая связана с материальным миром. Все. Эти два мира, Божий мир и сатанинский мир, они были навсегда разделены. И они больше никогда не встретятся. И здесь мы с вами видим, что это место мучения. И двадцать первая глава. Давайте мы на хорошей ноте закончим. Двадцать первая глава. Вот что видит Иоанн. И увидел я... Какое небо? Новое. Слово новый Каинос. Есть два слова новый. Неос и Каинос. Знаете, такая приставка есть? Нео... Та-да-да. Нео консерванты там. Нео националисты. Это означает новые. Но здесь слово новое небо и новая земля это Каинос. Слово Каинос новое по качеству. Совершенно новое. Которое имеет в себе характер вечного творения. Которое никогда не разрушится. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Кто-то скажет, жаль. Моря нет. Знаете, почему нет моря? Потому что вода, как необходимый атрибут нашей жизни, уже будет не нужен. Мы с вами без воды сколько можем прожить? Меньше, чем без пищи. Почему? Потому что обезвоживание наступает, смерть от обезвоживания наступает раньше, чем от голода. Мы с вами состоим на 80%, кто-то на 85% из воды. Аминь. И мы с вами живем в том мире, где полно воды, как соленой, так пресной, которая падает с неба, которая выходит из земли. Это необходимо для жизни нашей сейчас здесь на земле. Но вот что, какое небо? Новое небо и новая земля. И моря уже что? Нет. Это означает, что мы, Господь творит вечное творение, которое будет существовать всегда. И там не нужно будет нам поддерживать свой организм питьем или пищей. Сейчас нам нужно это, но тогда уже не нужно, потому что мы с вами получим вечные тела. Второй стих. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим. Итак, это не тот Иерусалим, который на земле сейчас. Это другой Иерусалим. Город Иерусалим новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, а они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Мы с вами видим следующее заключение, что наступает время вечности. Время времени заканчивается. Сейчас у нас есть что? Вчера, сегодня и завтра. Но наступает время вечности, когда не будет у нас ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Там будет это время. Я бы мог в лепешку здесь вам расшибиться, и все равно у меня не хватило бы слов описать, что это такое, потому что мы с вами не знаем. Аминь. Но Господь говорит, что это будет время особенное. И мы с вами участники какого воскресения первого? Над нами смерть вторая не имеет власти. Мы, наши имена записаны в книге жизни. И мы будем царствовать с Иисусом Христом в тысячелетнем царстве. И потом мы с вами будем всегда с Иисусом Христом, как Его жена. Куда, где Он, там и мы. Во веки веков. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь тайны боящимся Тебя. Мы Твои люди. И Ты почтил нас, что открываешь нам Своё Слово и Свой план. Мы молимся, Господь Иисус Христос, чтобы многие-многие приняли Тебя. Мы молимся о спасении для каждого. Помоги, Господь. Слава Тебе. Мы бросим на Тебе, чтобы Твое Царство пополнялось людьми Божьими. Мы молимся благословить Церковь Твою здесь, на земле. Быть верной в благовестии, Господь. Рассказывать людям о спасении Твоём. Не о каких-то действиях религиозных, а о спасении через Иисуса Христа. В вечном спасении, рождении свыше, Царстве Божьем, книге жизни. Благослови. Благослови наши мысли. Мы просим Тебя, храни наши сердца в благодати. Распусти нас с миром во имя Иисуса Христа. Аминь. Благослови.